хочу приготовить яйца пашот взяла форму налила водички в силиконовые формочки смазанные сливочным маслом по одному яйцу кстати вот такой рецепт мне предложила была настенька из америки техасская штучка настя была открыла свой канал но маленький ребеночек у нее возможно не занимается каналом сейчас но конкретно предложение так готовить яйца это настены из америки техасская штучка я уже готовила показывала и вот сейчас вспомнила думаю полезно полезно готовь то не готов хотя будет вкусный салатик водичка подогревается и буду опускать формочки прямо сковородку эту воду прикрою крышкой самое главное не переварить яйца купила на днях зелень забыл о ней дня 4 находится в холодильнике сейчас помою и сделаю салатик очень бюджетно покупать зелень вот эта упаковка 50 гривен вот вы посмотрите у меня какая мисочка да какая тарелочка и сколько зелени не 100 грамм я на диете им очень мало всего да нет у меня довольно объемные порции я на этом концентрирую всегда внимание объемные порции не за счет медленных углеводов а за счет салатов любые салаты какие вам нравятся на сколько раз еще будет зелени бюджетно очень бюджетно очень я добавила еще помидорчик у кого что есть готовим любые салатики заправочка до немаловажно заправка мало посолить соль перец это будет не так вкусно какое-то допустим растительное масло нужно украшать салате красиво вот это сделал такую заправочку смотрите оливковое масло совсем немножко не надо столовой ложкой нет чайная ложка достаточно дижонская горчица вот такие бубочки здесь держу дижонская горчица значит яблочный уксус у меня домашние у кого-то лимонный сок пожалуйста лимонный сок что делает провоцирует выделение соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы наша еда будет быстрее перерабатываться так что еще у меня у меня гранатовый соуса привозила с турции свет холодильнички у меня еще соевый соус и перцы любые перцы какие вам нравятся все вот эта заправочка идет сейчас салатик мне могут сказать таня ты выделуешься не буду заниматься этими яйцами эти формочки люди но по выделайтесь но это классно ну классно но интересно же у кого дома есть дети не хотят есть вы только покажите ох мы сейчас так приготовим яйца классно смотри давай возьмем эти силиконовые формочки какой ты цвет хочешь фиолетовый желтенький красненький синенький зелененький какой вот это о классно готовим ребенок с удовольствием съезд утром перед школой яйца вот в таком исполнении даже для детей готовьте люди да но мы тоже всем балуем да по выделаемся по выделаемся да вот пациенту освободила место так помидорчики убрала яйца хорошо выйдут потому что потому что здесь сливочное масло смазанная формочка и вот так делаем бац смотрите а а представьте вы готовите это даже для ребенка смотрите бац да красиво худеть не запретишь ой вы только посмотрите какая красоте прелесть достала хлеб из морозильной камеры заметно до морозильная камера вот когда хлеб держим в морозильной камере падает гликемический индекс а мы хорошие это выключилась электро бутербродница ой я немножко они расскажу покупала сто лет тому назад мои хорошие ребенок был маленький катенька пошла в первый класс нужно было чем-то ребенка накормить утром заставить есть невозможно не в школу не в универ и по жизни сейчас вот иду с работы захожу супермаркет нет нет таких названий еще не было универсам универсам у себя на районе и в отделе смотрю электро бутербродница думаю классно классно 30 долларов я цены все запоминаю как сегодня помню 300 долларов поменяла и купила электро бутербродницу ребенку готовила горячие бутерброды даже сама в руках ненька сделай себе бутербродик а ну давай положи вот здесь такой внутри лоточек и помещается три кусочка батончика классно люди классно три кусочка ничего не варится в этой электро бутербродницы в отличие от микроволновки вот микроволновка все варит булка сварится колбаса сварится здесь нет здесь подсушивается даже вот положите сардель куда и вот эта шкурочка будет коричневая даже я делала еще сухарики для супа из гороха гороховый супчик да и сухарики вкусно сухарики получается да румяные такие красивые но то есть это электро бутербродница это классно очень очень удобно я размораживаю сейчас хлеб как использую конкретно для хлеба только ну понятно сухарики не делаю сардельки не покупаю а хлеб размораживаю он получается такой вкусный тепленький и с корочкой с корочкой получается вообще это хорошая вещь удобно очень удобно ну понятно хлеб не держу перед носом хлеб у меня морзина камере я ем не каждый день и вот эта литра бутербродница меня тоже спрятана она у меня на полочке не перед носом нет она просто мне не нужно часто очень ну хлеб беру допустим раз в три-четыре дня могу взять не каждый день даже не хочется забываем и как как какая-то такая еда и альтернатива хлебу даже поэтому хлеб у меня не каждый день хлеб кисленьким пахнет настоящий хлебушек настоящие люди посмотрите чернослив просматривается а вот пожалуйста и желточек просматривается специально специально открылась желточек и показываю вам желток должен быть жидкий следите чтобы не переварили яйца все витамины витамин d аминокислоты это желток желток едим с белком вот это хорошее насыщение два яйца это моя норма мне не нужно больше салата да запросто 300 400 грамм да на здоровье любой салат любой салат простая еда она надежная и простая еда насыщает кто со мной всем сытного приятного похудения холодильнички давно уже лежит кусочек сельдерея давно немедленно приготовь таня беточки и сельдерея сейчас очищаю сельдерей и режу на тонкие кусочки порезала на тонкие кусочки сельдерей одно яйцо это одно яйцо два желтка интересно классно домашнее яйцо и два желтка и вот темная ржаная мука жить не борошно какие кусочки подрумянились переворачиваю на обратную сторону все кусочки перевернула на обратную сторону сейчас подрумянится воды немножко буквально столовая ложка но 2 и под крышечку не отходя от плиты сразу на бумажное полотенечко красивые желтенькие румяненькие биточки сельдерея классно правда кофе с роскошной пеночкой фарфоровой чашечки и ореховой безе с клюквой ух ты и похудение печенье внутри к маленькой кофейной чашки мне вполне достаточно одному печенье вполне натёрла овощей у меня будет морковка и сельдерей по-корейски ну как обычно добавлю соль еще перцы у меня кориандр зернышки на кофемолку сама покрутила у кого-то хмели-сунели хмели-сунели это сбор трав уску сунели одна травка у кого что есть у меня яблочный уксус у кого-то лимонный сок оливковое масло обязательно со сковородочки чесночок с маслицем прямо сюда красота да красота вкуснота ухты и похудения значит салатик вот пожалуйста положила в раритетный судочек вот салатничку положила мне вкусно я по салатам поэтому я им салаты у меня моё похудение это минимизация углеводов я употребляю углеводы обязательно хлеб у меня сегодня был черный хлеб углеводы у меня есть но минимум и углеводы меня очень очень правильные а здесь сколько углеводов правда самое главное чтобы не было у меня на тарелке зерновых каш картошки овощи да мясо да рыба да минимизация углеводов значит у меня сельдерей кто-то скажет ничего себе таня ты и в тарелочку положила сельдерей у тебя здесь и беточки сельдерея до беточки сельдерея у меня как альтернатива хлебу смотрите это печень индюшина печени к этому мы сейчас дойдем значит у меня сельдерей беточки сельдерея да вообще сельдерей это пищеварительная система сельдерей даже можно так сказать помогает расщепляться жирам поэтому является отличнейшим средством для похудения люди берите это на заметку в этом овощи очень много жидкости клетчатки которые дают сытость и на длительный срок хорошая клетчатка нерастворимая то есть целлюлоза очень много сельдерей полезных веществ которые которые замедляют даже старение так отлично ну и потом сельдерей это такое слабое мочегонное средство выводит токсины мочегонное средство да но и также мочевую кислоту сельдерей выводит мочевую кислоту полезнейший овощ здесь у меня печень паштет из индюшина печени я не готовила сейчас нет паштет находился в морозильной камере вот я достала из морозилки давно готовила и вот пожалуйста паштет сливочное масло я закручивала рулетиком пищевую пленочку вот пожалуйста паштет печень это ценнейший супродукт люди конкретно желудочки для желудка для нашего а печень для нашей печени вот в этом супродукте находятся такие аминокислоты которые способствуют работе нашей печени печень нельзя переедать нельзя очень токсично много витамин люди много витамин вообще недельная норма печени недельная не дневная недельная это приблизительно 230 250 грамм я вот если ем печень сегодня завтра послезавтра меня не заставишь ее есть я не хочу я насыщаюсь ну так изродка да раз в неделю если кто-то есть прекрасно но а если как лечение вот анастасия до из гримания на есть по столовой ложке там по 10-15-20 грамм каждый день у нее железодефицитная анемия как бы прописал доктор ну а мы едим просто как насыщение как еду как удовольствие но конечно и как ландайк витамин и минералов ну вот такая еда смотрите минимизация углеводов а какое насыщение здесь у меня кусочки сельдерей это не значит что я все поедаю нет 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 я просто показала вот я приготовила положу холодильничек контейнер у меня будет еда альтернатива хлебу биточки и сельдерей готовим кто со мной все вкусного сытного похудения у меня как всегда небольшая ремарочка чтобы получить количество витамина эквивалентно 100 грамм печени ну вот пожалуйста допустим три кусочка 100 грамм печени да нужно съесть два с половиной килограмма яблочек 100 грамм печени и два с половиной килограмма яблочек это же можно заработать жировой гипотуз печени я только напомнила здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток самому-самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать общаемся мы с вами только похудение мы с вами о стройности мы с вами о мотивации мы с вами о дисциплинке мы с вами о движении мы с вами о питании сегодня но вообще мы с вами здоровье значит это жизни да движение меня сегодня не было нет по причине такая погода слякоть мокрый дождь мокрый снег непонятно что очень скользко жижа по колено вот это да то есть никуда не выходить но я ходила сегодня выходила 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 удобная обувь отдела свои ледоходы или до ступы отдела отдела и так нормальненько уверенно более-менее шла не очень быстро хотя люблю ходить быстро мои хорошие так как у меня канал похудение я вещаю о похудении да это мой формат похудение удержание веса значит все понимают что похудение то что это питание вот я показала вам сегодня дневной рацион похудевшего блогера вот так я и живу как ты живешь вот так я и питаюсь так и живу вот это мое питание да вообще в приоритете у меня белок обязательно животные изначально я понимала что я должна развиваться не будет белка будешь жить на медленных углеводах будет крышка потухнешь не потянешь значит в авангарде животный белок это не значит что мясо это и яйца и рыба молочные продукты обязательно это животный белок нам нужно 20 аминокислот 20 утром я встаю хотя бы 20 грамм ну какой-то сыр творог как это молочка хотя бы 20 грамм не больше я проживала то есть так хорошо и еще о своем похудении для меня самое главное не нажираться с утра я не понимаю плотный завтрак вот не понимаю вот вы знаете вот умнейший человек леонтонович букерия что с вас за работник если вы наелись с утра вы вообще даже не представляете какая химия проходит в организме когда человек переедает наедается какая страшная химия да поэтому я утром не должна наедаться сегодня у меня даже не было кусочка сыра я не хотела я съела 10 маслин и две чашки кофе с молочком там сливки что у меня допустим да ну на расстоянии это все на расстоянии я не хотела я вам показала что потом ела у меня салат был до зелень яйца два яйца не 5 белков и один желток а как нормальный человек должен есть два яйца это моя порция мне больше не надо меня это насыщает яйца вообще хорошо насыщают это же жиры поэтому это хорошее насыщение белок лучшая форма белка это белок яйца и жиры это насыщение пожалуйста углевод но какой углевод у меня был крутой до жирной хлебчик вы все это увидели до вторая половина дня то же самое животный белок все продукты печень это насыщение салат я не ела не захотела очень заводюще положила себе в салатницу морковка по-корейски сельдерей не захотела мне достаточно было сельдерея то есть вот этих бутиков бутиков паштет и нишина печень и альтернатива хлебу вот эти кусочки сельдерей я поела не все два осталось у меня салат не тронула я вот так наелась от пуза наелась десерт обязательно то же самое белок люди взбитые белки безе ореховая это белок орешки это тоже жиры это растительный белок в основном это жиры но какая-то часть растительного белка есть правда орехи у меня очень сбалансированное адекватное питание я показываю на этом питании я стройнела и вот на этом питании я удерживаю свой вес все показано у меня все очень просто вот самая простая еда она лучше всего это насыщение хорошее и потом это хорошее здоровье это наша еда мне не надо субтропическая мне не надо нет 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 только свое только свое я по своему по своему питанию по своей еде продукты которые конкретно растут здесь у нас вот это мое что еще хотела бы рассказать да о себе о себе о себе да значит мое питание моё похудение вернее это минимизация углеводов минимизация углеводов 70 процентов углеводов это плохо это летально и 40 процентов это очень плохо углеводы без апелляциона нам нужны нашему мозгу обязательно мы не сможем существовать без углеводов даже не балуйся я не использую сагзам я использую сахар если мне нужно я считаю что это полезнее чем сагзам но это мое лично для меня я рассказываю только себе да и сладкие фрукты сейчас есть и яблоки вроде бы хочется кислые попробуйте его еще найти кислое яблоко да но находим находим то есть у меня мое похудение это минимизация углеводов углеводы на последнем месте вот там за спиной далеко если повернемся мы их будем так слабо различать б же и за спиной далеко у у обязательно у нас присутствуют у углеводы обязательно женой хлеб хлебцы у меня есть да ну единственное что у меня нету макарон каких-то твердых сортов вареной муки меня нету я не считаю что вареная мука не важно какого она сорта вареная мука и в африке мука клейстер обои клейли зерновые это не мое тяжелое белок я плохо себя чувствую не моем не мое нет не мое поэтому зерновых у меня нету мне не вкусно картошка особенно сейчас это же вообще уже не картошка это конкретный крахмал после нового года картошку можете вообще никто не есть это конкретный крахмал ну в общем вот такое мне питание б-ж-у адекватное питание на первом месте в авангарде лично у меня это животный белок животный в авангарде в Животный белок всегда. Это насыщение, это развитие каждой моей клеточки. А теперь слушайте внимательно. После 30 лет у нас у каждого уходит 1% от мышечной массы. 1% мышечной массы уходит. По разным причинам. По гормональным причинам. Потому что и гормоны начинают нас покидать после 30 лет. А к нашему возрасту, климатерический период, ушло уже 90% гормонов. 90%! Прогестерон, тестостерон, эстероген. Гормоны ушли. Значит нас покидает и мышечная масса. А мы решили с вами подхудеть. И мы начинаем урезать, считать калории на белке. Вообще надо запомнить. На белке калории не считают. Это неразумно. На белке калории не считают. Дураку понятно. По полкилограмма мяса, по 10 яиц, по полкилограмма творога не нужно есть. Есть какая-то человеческая порция. 200 грамм. И все. И все. На белке калории не считаются. Нам обязательно нужен белок. Стройка. Мышц. Мышц. Да? А с возрастом у нас мышечная система уходит. То есть мускулатура нас покидает. Заметили это все? Все. Все, да? Мускулатура покидает. А вот у людей уже такого преклонного возраста. Внимательно слушайте. Интересная информация. Это доказано вообще медициной. Что к 80 годам человека покидает, любого человека покидает 50% мышечной массы. 50% мышечной силы уходит. И чем меньше мышечная сила, тем выше риск смертности по всем причинам. Понятно, да? Чем меньше мышечная сила, мышечная масса, тем выше смертность по всем причинам. Понятно, как важно держать мышцы, иметь их. Мышцы, да? А для этого нужно что? Адекватное питание. Б. Ж. О. А не Ж. Б. О. И не У. Ж. Б. А Б. Б. На первом месте. Странить нужно с Б. С белками обязательно. Животного происхождения. Потому что растительные белки, они нужны. Но вообще польза растительных белков навязана и придумана. Мы с вами не цветочки. Мы с вами гепарды. Гепарды, мы животные. Животные. Нам нужно 20 аминокислот. Мы поедаем себе подобных кроликов, козочек, коров. Вот тогда будет крепкое у нас развитие, да? С возрастом тоже, да? Мышцы, мышцы. Нужно держать мышцы в порядке. Нельзя терять мышечную массу. Поэтому питание и обязательно движение. Что мы с вами делаем, да? Чем мы с вами занимаемся? Движение обязательно. Минимизация углеводов. Вот я себе, да? Захожу вчера. Вчера это было, кажется. Или сегодня. Уже не помню, люди. Это еще не деменция. Нет, нет, нет. Нет, это сегодня было. Это сегодня. Захожу. Значит, за овощами, за фруктами сразу же ставятся вертушки. А после вертушек в супермаркетах что? Фрукты, сладкие конфетки. Сладкие конфеты, фрукты. Я посмотрела, взяла сельдерей и пошла дальше. Потом прихожу, зефирчик лежит. Зефирчик, да? В упаковочке каждый зефир. Зефирчик. Я думаю, ой, как классно. Можно брать поштучно. Даже не по четыре зефиринки, по одной. И я так беру, и так как у упаковки зефир, я так сжимаю, думаю, ну, мягче даже бывает. Что-то не очень мягкий. А что ты его вообще трогаешь? Таня, а зачем тебе надо? И рассказывайте себе. Это очень помогает. Таня, одна зефиринка, вспоминай, 30-40 грамм сахара. Чайная ложка, 5 грамм. 30 грамм сахара, это сколько? 6 чайных ложек. Ты же съешь одну зефиринку, вытолку вот эту сладкую, да? Ты съела 6 чайных ложек сахара. Алло, гараж, иди отсюда. А, ну да, точно, я сразу хлоп и побежала, да? Вы только подумайте, одна зефиринка, это 30-40 грамм сахара. Иду, выпечка пахнет. Посмотрим. Мои любимые пирожки с капустой. Ну, мне все нравятся пирожки с маками, с вишнями. Ну, капусточка мне нравится с грибочками, да? Тесто такое тонкое, сладкое, да? Я так встала, думаю, вес нормальный, можно взять пирожок. И сама себе. Вот дурько. Ты капусты хочешь тушеной, да? Там же тушеная капуста. У тебя дома есть хлеб черный. Иди, возьми, натуши капусту и поешь хлебом. А, ты не хочешь? Не хочешь? Хлеба ржаного из морозильной камеры. И тушеной капусты не хочешь? Нет. А что ты хочешь пирожок? Потому что он сладенький. Это точно, люди. Сладкое тесто. Машины вымешивают это тесто. Сахар туда добавляется. И человек оттянет конкретно на этот пирожок. Это не тот пирожок, который пекли бабушки с колыною. С калиной. Горькая калина. Тесто не сладкое. Это ж сладкое какое тесто. Я сама себе. Ну да, Таня. Ну молодец. Хоть обдуманно и осознанно. Ты общаешься сама с собой. Обдуманно и осознанно рассказывай себе. Иди хлеб поешь. Натуши капусты. А, не хочешь такого? Сладкого хочешь? Ну, купила, что мне нужно. Молочку брала. По акции брала ряженку, как обычно. Шоколадку по акции взяла. И вышла. И вышла. Захожу в лариотчик. О, еще это вспомнила. Я купила себе шнурки. У меня шнурки развязываются очень скользкие. На спортивные ботинка. И мне нужно было поменять шнурочки. Я закажу. И там три барышни. Ну, будем считать барышни. Молодые женщины. Ну, 40-45 лет. И одна показывает мюсли. И они втроем рассказывают друг другу, как это вкусно, классно, полезно. И все, оказывается, едят мюсли вот эти. Там сухофрукты какие-то, бананы сухие. Немецкого производителя мюсли. Они хвалят. Я на них посмотрела. Девчата не в року. Ну, по килограмм 20 с каждой можно снять. Еще маленького роста. Такие вот. Рафаэлочные такие, да. Я молча. Знаете, сама себе. Таня, вышла. Не распыляйся. Не поймут. Не почувствуют. Вышла. Вышла. Я послушала так, да. Купила вот эти вот шнурки и вышла. Люди. Они даже не думают. Там о белке каком-то, да. Сейчас колбаски купим. Заедим, закушаем это, да. Вместе, да, там. Мюслими, мюсли, 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 да. Потом мюсли на сладенькой десерте. Классно, да. Вот вам и все. Колбаса. Это же не белок. Это непонятно что. Это рога и копыта. И сахара конкретно. Овсяные тихлопья, сухофрукты. Он же Гоша, он же Гога, он же Жура. Тире, сахар. Сахар. Все. Вот вам такое питание. Поэтому лично я очень серьезно подходила и подхожу к своему питанию. Ну, можно там где-то что-то взять, да, какой-то кусочек, когда-то чем-то человек угощает. Или сама что-то захотела, да. Но стараюсь, если выпекаю, то я раздаю. Я дома не держу. Не удержится долго. Я по-сладкому. Мясо меня не волнует вообще. Картошка какая-то тушена. Я уже от этого отошла. А сладкой нет. Вот сахарок это тяжелый вариант. Тяжелый. Вот. Ну, так немножко рассказала вам о себе, да. Потом, что хотела еще сказать. Вот питание, да, в возрасте. В возрасте, да. Ну, допустим, нам же не по 40 лет уже, да. Есть люди еще старшего возраста, да. Родители чьи-то. И точно, знаете, как за двума, за ся мой фильм, да. Доча, а что я буду бидать сегодня? Папа спрашивает, допустим, да. Папа, я супчик ваш не сварила. Без мяса, конечно, тебе мясо не можно, доктор сказал. Семейный сказал, мясо тебе не можно, не можно. А яйце папе можно, мама питает. Мама, вы шо, це ж холестерин. У папы шестерка холестерин. Не можно. А творожок ты купила? Нам можно творожок? Да вы шо творожок? Старим людям не можно. Это казеин. Вам вообще молочко не можно. А шо нам можно, проня? Вам можно? Сечка. Сечка. Артек. Крупа я купила. Макарон с молоком наварю. Розбухнуть. Такие будут. Як жабы здоровяті. Галушки, галушки, галушки. Будете їсти. Варена мука. Варена мука можно. Можно, можно. Каши наварю. И все. Хлеб можно ще їсти. Какие мышцы? Возрастные люди должны есть обязательно белок в авангарде. Мышечная система должна их поддерживать, чтобы какая-то зараза не прицепилась. Мышцы должны быть. Чем выше, вернее, чем ниже мышечная система, чем меньше мышц у человека, тем выше смертность от всех причин. А ну подумайте. Правда, интересно? Ну вот так и общаемся с вами, так и развиваемся. Вот вам и похудение, и оздоровление. Мои хорошие, смотрю на часы, так, краткома, аккуратненько, да, и торможу себя. Таня, ты что, длинное видео заканчивай, завтра продолжишь, завтра, Таня. Королевства мало, разгуляться негде. Мои хорошие, мы с вами пообщались. Кто хочет, тот меня услышит. Мне будет очень приятно. Благодарна всем за просмотры моих видео, благодарна всем за общение, за комментарии, и, конечно, большое спасибо всем за лайки. Как всегда, всем Божьей помощи, Божьего благословения. Всем до встречи. Дальше будет. Продолжение следует... Продолжение следует...